Соломолы и братья, ну вот увидел в интернете, что умер боксерский комментатор, обозреватель Владимир Гендлин и многие очень блогеры боксерские на это как-то отреагировали, я тоже в общем-то боксерский блогер и тоже решил записать свою какую-то реакцию. Как я вообще отношусь к Владимиру Гендлину? Да довольно положительно, почему? Потому что этот человек был вне патриотического угара, он был чистый боксерский комментатор, там был чистый бокс, потому что вот даже у меня на канале часто проскакивают уже не боксерские вещи, потому что в боксе их, к сожалению, особенно в последнее время очень дохрена. И боксерская публика, которая вот там и подписчики мои, и вообще те, кто заходят на канал, к сожалению, процентов 90 из них являются, ну такими, знаете, псевдопатриотами. Вот, например, попробуй правду скажи про Гену Головкина, скажи, что Гена Головкин там в последнее время колотит мешков, допустим, да, или скажи правду про Василия Ломаченко, что чувак на спаде, ему уже все, ему ничего не светит, ему пора уходить. Или там про российского какого-то боксера, скажи правду. И тут же прискачет куча казахов, украинцев, русских там, или про кого ты там что-то скажешь, и начнут писать, ты такой-сякой там, в общем, ну, не буду это все повторять, озвучивать, начнут тебя, в общем, прессинговать. А правды никто не хочет слушать. Много вот такого псевдопатриотизма. Почему псевдопатриотизм? Потому что я уважаю, например, патриотов своих стран, патриотов Казахстана, России, Украины, любой страны, это люди, которые хотят, чтобы их страны развивались, чтобы был имидж положительный в мире их стран. Вот здесь, я думаю, ничего плохого нет, это очень положительно. Я тоже патриот той страны, в которой живу, я патриот Украины. Но вот этот псевдопатриотизм, типа, знаете, бей жидов, спасай Россию, да, когда призывают там кого-то щемить, когда говорят, что вот мы, там, допустим, казахи, мы самые крутые, мы там высшая раса, или мы украинцы, да, там, крутые, а остальные все какие-то унтерменши, это плохо, друзья. И плохо, когда это все в бокс влазит, когда это все начинает лезть туда. Мы видим, что у нас, к сожалению, но я буду говорить за украинский бокс, этого хватает. И Василий Ломаченко, мы знаем, туда вмешивает и политику, и религию, то же самое и Александр Усик. Да, конечно, каждый боксер, он имеет свои какие-то политические взгляды, имеет свои религиозные там предпочтения, но, тем не менее, это все нужно оставлять за пределами зала. Так как вы приходите в зал, грязную обувь нужно оставить, а потом переодеться, там, кроссовки или, там, босиком, если это, там, каратэ, там, или какое-то боевое искусство, все это надо оставить. Но часто вот грязные вот этой обуви, религиозно-политической и так далее, входят в бокс, так скажем, да, и это противно. Поэтому я на это как-то реагировал. И вот Владимир Гендлин, он был человек, который просто как-то умудрялся быть незамазанным во все это. Я не знаю, как ему удавалось, и он говорил, что этот весь патриотический угар, ну, он российский был, да, комментатор, в России тоже свои заскоки, как и в разных странах, особенно в последнее время, такой угар, там, псевдопатриотический, вот, мы там русские, мы там всех порвел, мы там высшая раса и так далее. Гендлин был вне этого. И, вы знаете, я сейчас имею привилегию такую говорить все, что думаю, потому что у меня мало подписчиков. Вот я вам приведу пример. Я недавно выбирал себе камеру для съемок и смотрел обзоры различных блогеров. Так вот, что я обнаружил. Ни в коем случае вам, может быть, это пригодится. Не надо слушать блогеров с огромным количеством подписчиков. Потому что, ну, допустим, у Васи миллион подписчиков. И вот фирма Sony или Panasonic видит, что Вася популярный блогер, с ним связывается, говорят, Вася, давайте мы вам заплатим 5000 долларов, ну, или 10, или 15, я не знаю, какую-то приличную сумму, а вы сделаете обзор, так, обсосете, оближете вы наше изделие, да, скажете, ах, какая крутая камера Panasonic, допустим. И Вася, окей, он берет, деньги не пахнут, он забирает бабки и начинает вам рассказывать, какая классная эта камера, ребята, да вы что, это лучшая камера, поверьте. И миллион баранов идут и покупают Panasonic, и представьте, какой подъем Panasonic. Ну, он врет, этот парень, он врет, вот у Panasonic есть, конечно, свои недостатки, или у Sony, или у какой-либо другой фирмы. И я стал смотреть блогеров с подписчиками, там, то есть числом подписчиков, ну, там, тысяча, полторы, две. Смысла не таких блогеров, там, подкупать, да, ну, тысяча подписчиков, да. Что это такое? Их игнорируют. Поэтому вот эти ребята не подкуп, ну, их не купили еще, да, они говорят все, что думают. Он рассказывает, вот, у меня там год камера Sony есть, ну, у нее такие вот косяки, и такие косяки, и такие косяки. И за такие деньги лучше вот не берите вы ее, да, окей, этот парень не подкупнет. Так вот и я пока что, у меня маленькое количество подписчиков, я говорю всю правду. Я говорю всю правду о Василии Ломаченко, о Геннадии Головкине и так далее. Нравится кому-то это, не нравится. Понятное дело, что ты не, как бы вам сказать, не будешь популярным, потому что никому это не нравится, мало кому нравится. Вот те, кто не карате, например, да, за короткое время собрал несколько десятков тысяч подписчиков, он просто говорит то, что они хотят услышать. Боксерская правда, к примеру, он иногда говорит и правду, да, то есть чувак иногда говорит то, что думает. И у него уже сколько времени канал, но в половину меньше подписчиков, чем у этого, не карате. Вот пример я такой привел, да. То есть я хочу сказать, что я не являлся, в конце концов уже подвести итог, я не являлся каким-то лютым фанатом Гендлина, не буду там уже врать вам, чтобы вот понравиться там, да, чтобы там подписчиков перемануть или что-то в этом роде, но я больше всего его из всех абсолютно комментаторов, больше всего я Гендлина уважал. Уважал за его четкую позицию. Во-первых, это самое первое. Во-вторых, конечно, за профессионализм. Он был вхож и знаком в мире бокса со многими, и боксерами, и промоутерами, и тренерами. И он рассказывал очень интересные вещи. Действительно, когда ты смотришь бой с его участием, с его комментариями, то очень много узнаешь познавательного. И даже вот часто я ловил себя на том, что мне интереснее слушать, например, Гендлина, чем, допустим, смотреть иногда поединок. Бывает даже так. Видите, я немножко вам собрал, сказал, что я не был фанатом Гендлина, а сам от себя вывел на чистую воду. Оказывается, я был фанатом этого комментатора. И, конечно, очень сожалею. Иной человек помер на 85-м году жизни позавчера. Дай бог нам всем дожить до таких лет. Причем, когда я узнал, что ему столько лет, я очень удивился, потому что, ну, я думал, ему лет около 60. Где-то лет 60, ну, или больше чуть, да, там, где-то 65. И человек на 20 лет моложе выглядел и был профессионалом. И мы будем, конечно, все его помнить. Так же, как Николай Озеров был великий футбольный комментатор, так и Владимир Гендлин останется в нашей памяти. И мы будем пересматривать видео с его комментариями. Еще, я думаю, не одно поколение будет наслаждаться его профессионализмом. Жаль, конечно, таких и близко никого сейчас нету нигде. На территории, по крайней мере, постсоветского пространства я и близко таких вот не вижу, не знаю. Они или просто откровенные жополизы, или же конъюнктурщики, или же вот на ура патриотической этой волне играют, или просто менее профессиональные, обознанные в этой сфере. Вот такое мое мнение, друзья, о покойном Владимире Гендлине. Ну что ж, как в таких случаях говорят, земля ему пухом, да, будет. Мы будем помнить о вас, Владимир Гендлин. Пишите, дорогие друзья, что вы думаете по этому поводу. Ставьте пальцы вверх, не забывайте подписываться на наш канал. И всего вам, ребята, самого крутизного в этой жизни.